Счёт 5-5 в первом сете, Ксюша набежал в заднюю линию, забегая под форхенд. И, в принципе, удалось ему сыграть по 15. 5-5 по 15. Один из ключевых моментов первого сета на приёме Мария Тимофеева. Первая подача не идёт. Вторая хорошая подача. Драмотно. Безупречно сыграла на перехвате Вика Конопадская. И некое преимущество у дуэта Марии Тимофеевой и Вика Конопадская. Девушка занимает позицию на тренинге. Да, хорошая первая подача Ксюши помогает. Хорошая первая подача Ксюши восстанавливает равновесие. Ну вот, Евгения, но во второй, первый квадрат почему-то не идёт первая, но вторая хорошая. Да. Елизавета ошибается у сетки. Это неприятная история. Неприятная история. Конечно, таких ошибок допускать в матче такого уровня против таких соперников нельзя. Меньше наполочить сильную ложную. Нужно спасать Диум, потому что иначе подвисает сет. Безупречная подача, но в то же время, вот как бы, хорошая первая подача, но Вика приняла и не смогла обработать Ксению Ночи с хавкорта на скорости. Хорошо подала, ещё быстрее получила ответку и не смогла обработать этот мяч. Резанный удар не прошёл. Итак, Мария Тимофеева и Вика Конопадская подают на сет. Ведут шесток и подают на первый сет. Уже не держит удары с задней линии. Всё, сейчас ошибается. Не вложилось с приёма. Получилось ещё сильнее. Тяжело, тяжело, тяжело держится. Вика Конопадская подаёт. Спокойно. Не бьёт первую подачу. Первым мячом подаёт мягко, спокойно. Под закрытую ракетку Лиззи Дементиева. Девушки сконцентрированы. Продолжают бороться. Девушки сконцентрированы. Продолжают бороться. Девушки сконцентрированы. Обработал infrastортирующему. 30-15 на подачу Конопатской. Не было подачи, справедливо. Вторая. Да. Волевое очко, трудовое, зарабатывает Олеся Моделезева и восстанавливает равенство к днему по 30. Однако подает Конопатская. Подает Конопатская. Подняла мяч. Молодец. Молодец. Грамотно принято решение. Не билось мяч, но играла мяч с воздуха. И Маша Тунофева ошиблась при обработке данного мяча. Появляется шанс у дуэка Олеся Моделезева, сделать обратный брейк и вернуть определенную равенство в сете. Очередная тактическая ошибка. Семья Алешина, она открыла коридор и тут же получила... И тут же получила. Вот уже 4 мяча девушки проиграли на том, что не контролируют коридоры. Это фактическая недоработка тренерского штаба. Да, похоже на то, что был аут. Отсюда с данной точки видно, что был аут. И в первом сете впереди оказались Конопадская и Тимофеева. Ведут 1-0 по сетам. И еще раз уважаемый пыль, напоминаю, что... Значит... Это Минск. Турнир ПЕ второй категории. Возрастная категория 14 лет и молодая. Теннисные корты на улице Жудро, 40. Матча второго круга парного разряда. Комментирует данный матч Борис Стариков. Комментирует данный матч Борис Стариков. Начало второго сырка. Начало второго сырка. Главная ошибка. 0.40 на подачу Дементили. И нужно вернуться, вернуться, но, к сожалению, пока что девушкам это не удается. Ксюша занимает позицию, контролирует коридор. Одну очку отыграно, но, тем не менее, двойной брейкпоинт остается. Неплохая подача алошины. И, в принципе, девушек преимущества при одними ударами на заднюю линию. Но нужно четко контролировать коридоры. Проходит первая подача. Восстанавливается некую равновесие гимны. И сейчас играется решающий мяч. Итак, решающий мяч. Держать, держать. И вновь через коридор пробивает. Не отрабатывает мяч Алешина. Ошибка с воздуха. Не читал свой удар от тела с этой позиции. Особенно при таком открытом коридоре. Не безупречно сделал обвертку Тимофеева. Но, тем не менее, этого оказалось достаточно, чтобы Алешина ошибилась. Вернее, ошибилась, скажем правильно, ручки не за тем. И так, с вами Борис Стариков. Сейчас продолжим запись данного мяча.